И, наверное, эта фотография символизирует наше настроение и вообще наши эмоции, которые мы получили, проведя целый месяц на берегу Охотского моря, наблюдая за гренландскими китами и косатками. Это монтаж. На самом деле, мост гренландского кита немножко поменьше, но мы специально сделали такой вот кадр для привлечения внимания, потому что вот именно он передает нам, передает то, как мы это все делали. Мы плавали на сапах, на таких удобных досках по заливу, ожидания гренландских китов, и иногда их скапливалось там очень много. Опять же, иногда они делали что-то удивительное, уникальное. Этот кит в один из дней примерно сто раз подряд бил хвостом по воде. Мы не знаем, что он этим хотел сказать. Возможно, он привлекал внимание других китов, говоря, что поблизости косатки, а там именно полутоядные косатки, которые нападают на китов на гренландских двигателях и питаются в том числе. Это те же самые полутоядные косатки, которые вот буквально в нескольких метрах отсюда тамятся в асквариуме, постепенно умирают. Но об этом сегодня еще пойдет речь. Вот, это тот же, это уже другой гренландский кит, который тоже бил хвостом уже в другой день и удалось на дроне подлететь к нему и сфотографировать. Вообще, дроны сейчас, конечно, дают удивительные возможности по съемке животных, вот, на этот тоже еще один кадр, который удалось сделать с дронов, когда вот нам удается поплывать в гренландских китах очень близко, и главное, не беспокоя их, не создавая какой-то дискомфорт. А за этим кадром, видимо, я как раз и ехал на Шардарские острова в этом году. Мы с нетерпением ждали каждый раз, когда же косатки снова зайдут в бухту, когда же они примут очередную попытку атаковать гренландских китов. Но, что самое интересное, что, как вы поняли, в этой бухте у косаток нет цели гренландского кита убить и съесть. Такое впечатление, что здесь происходят какие-то тренировки. То есть мы несколько раз, и в прошлом году в этом наблюдали за тем, как косатки заходят в бухту, и всегда это такое обычно минут на пять, на десять. И вот в этот раз несколько случаев было, когда взрослые особи проходят мимо, детеныши и молодняк отделяются и заходят в бухту, и начинают аккуратненько этих китов гонять. Иногда взрослые кто-то заходят с ними, и такое впечатление, что это какое-то обучение, что просто детенышам и молодым особям показывают, что такое кит, вообще как с ним работать, то, что с хвоста заходить нельзя, он может больно ударить, а вот с носа можно. И вот удалось сделать вот такой кадр, когда косатка буквально ценовала бедного гренландского кита, который готов был уже, наверное, попрощаться со своей жизнью, но никаких вот каких-то вот так прям атак не происходило. Косатки плавали вокруг, аккуратненько их там покусывали буквально так нежно, и потом через несколько минут уходили. В момент, когда косатки заходят в эту бухту, видите, гренландские киты, они все жгутся к берегу на мелководье, они буквально пузом ложатся на песок, и таким образом, обезопасивая себя от нападения косаток, косатки могут, на самом деле, успешно напасть на кита только на глубине, им надо сначала кита вымотать, они не дают ему всплыть, подышать, кит устает, и только потом уже происходит какое-то поедание, скажем так. А здесь киты находятся в относительной безопасности, они прячутся у берега, они буквально тыкались нам носами, к нашему пляжу, вот, и дрожали от страха, пока косатки не уйдут. В этот момент мы стараемся, вот, один кто-то просто не успел уплыть из этого весело, но в этот момент мы стараемся не выходить как раз на сапах, вот, чтобы, опять же, зря не беспокоить гитов, потому что в этот момент они наиболее чувствительны, и даже сапы могут испугаться. Вот, но вот кто-то не успел, но зато удалось сделать такой кадр. Вот, да, это те самые косатки, которые вот сейчас заходят в этот момент бухтам. Вот такой кадр можно даже сделать, если очень повезет, или если немножко схитрить. В самом деле это киль нашего сапа, а не плавник-косатки. Вот, удалось сделать несколько подводных кадров тоже в этом году, прошлогоднее покажу чуть позже. Ладно. Но, как показала практика, киты очень чувствительно относятся к тому, что человек находится в воде, начинают немножко пугаться, и в какой-то момент мы прекратили вот именно нырять к ним, для того, чтобы как можно меньше их беспокоить, потому что это место действительно уникальное. Это не просто какие-то встречные где-то в океане, а в Ахотском море, а киты, которые приходят в эту бухту с какими-то специальными целями, и там происходит социализация, там прячется косаток и беспокоить их, конечно, нужно стараться как мог по минимуму. И вот этот кадр я уже делал просто сапа, не ныряя, опуская камеру под воду, когда кит проходил прямо подо мной. Вот, один из таких тоже очень важных факторов, хотелось шум моторов и лодок, потому что в современном мире очень сложно какие-то места удивительные с такими вот уникальными животными оставить, скажем так, в нетронутом виде, и как только люди о них узнают, то узнают они достаточно быстро, потому что есть Инстаграм, Фейсбук и многие другие сейчас способы очень-очень быстро распространить информацию, сразу же очень много людей туда слетается, и вот в частности в Шантажских островах местные туроператоры, они поймали вот такую, нашли такую золотую жилу, киты, все хотят увидеть китов, и все больше и больше людей туда приходит, все больше и больше съемочных групп, и, конечно же, это негативно сказывается на том, что... ну, вообще на китах. Там все больше и больше беспокоят, и сейчас, конечно, уже надо думать о том, чтобы вводить какое-то регулирование вот таких мест, если, ну, заповедник, с того не сегодня создашь, конечно, в каждом таком месте, но нужно придумывать или, ну, совместно, опять же, тем же местным туроператорам, и, может быть, на законодательном уровне вводить какую-то вот все-таки защиту и ограничение количества людей, которые вот посещают такие места. Буквально в 700 метрах от лагеря вдоль и вверх по ручью мы поставили... я поставил фотоловушку в этом году, и было очень интересно узнать, какие животные вообще ходят вокруг, вот, помимо бурандуков, которые сейчас еще тоже покажу, и вот фотоловушка... и каждые несколько дней ловила мне медведя вот этого, вот, а однажды ночью даже в большой неожиданности попался в Северная Олег. Вот, а это бурундук. Их там было очень много, они жили буквально в нашем лагере, таскали у нас еду, и все, конечно, ими уделялись, какие милые бурундучки, называли их чипами и белыми. Вот, а потом прилетел вот он, эту лунь, и съел по одному за неделю всех наших бурундуков, вот, ни одного не осталось. Вот, а это как раз фотография моя прошлогодняя гренландского кита, которая вот все, как гренландский кит, балабутит песок в этой бухте, так вот, и эта фотография балабутила, скажем так, мировое фото- и видео-сообщество, и очень много людей в этом году приехало в эту бухту, и вот, как раз вот, заставило меня задуматься о том, что вот здесь я могу сделать какую-то уникальную фотографию в уникальном месте, и потом это может негативно сказаться, собственно, на тех животных, которых я снимал, и на самом месте, потому что количество людей, вот это одно и то, что это не так.